Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь, я хотел бы обратить ваше внимание на один факт, который мне кажется достаточно важным. Это то, что вы говорите о том, что собрали свои вещи, и говорить о том, что не хотели уезжать, ну уходить. Здесь налицо, на мой взгляд, противоречие, которое, на мой взгляд, нужно разрешить. То есть, почему, если вы не хотели уходить и не хотели уезжать, почему тогда вы, грубо говоря, собирали, собирали, свои вещи, и почему вы, грубо говоря, в таком случае всё-таки подготовили и себя, да, и своего мужчину к тому, что всё-таки вы уйдёте. И здесь есть, на мой взгляд, некоторые противоречия. Следующая противоречия, точнее, следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что это уже не первый брак, который у вас распас. То есть, это не первый брак, в котором у вас не получается удержать отношения. И мне кажется, что имеет место быть определённая система. Одни отношения не сложились, другие отношения не сложились. То есть, что-то, очевидно, вы делаете не так, вероятно. Что вы делаете не так конкретно? На мой взгляд, нужно поисследовать. Посмотреть, почему у вас произошёл первый разрыв, развод точнее. Сейчас вы близки к тому, чтобы расстаться с ещё одним мужчиной. То есть, вероятно, вы выбираете таких мужчин, которые не могут дать вам надёжных отношений. По самым разным причинам. Но все они, мужчины, достаточно ненадёжных в плане отношений. И, на мой взгляд, крайне желательно, этот момент преследовать. Что вы делаете, как вы выстраиваете отношения с мужчинами. Потому что нужна ваша история. Дальше. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Значит, как поступить лучше всего в ситуации, которая у вас сложилась. То есть, вы боитесь, что отношения ваши закончатся. Конечно, ваш страх понятен. Но давайте для начала подумаем. Тот факт, что мужчина хочет сейчас побыть наедине с собой. Тот факт, что мужчина задел факт измены его бывшей девушки. Ну вот. Говорит о том, что ему не всё равно. Ну, по крайней мере, ему не всё равно на неё. Вот. На свою девушку. Бывшую. Как бы это было неприятно. Либо это просто задело его сонолюбие. Мужку. Что, в принципе, тоже вполне себе. Может быть. Соответственно. очень желательно посмотреть, как вы для начала восприняли данный факт. То есть, восприняли ли вы его негативно. Восприняли ли вы его, допустим, на свой счёт. Ну, перестали ли вы доверять своему мужчине после этого. Либо есть ещё какие-то нюансы, о которых, к примеру, нам нужно, ну, или желательно знать. Лучше скажем так. Вот. Было бы здорово, если бы мы с вами вместе нашли ответ на этот вопрос. Было бы здорово, если бы мы с вами изучили бы этот момент. Тогда вам было бы проще разобраться в том, что делать дальше. Кстати. Этод же момент, чтобы разобраться, что делать дальше. Этод же момент. Достигается через понимание, чего вы хотите для своего молодого человека. Вообще, что вам хочется, просто по отношению к нему, хотя бы, это было бы тоже очень, на мой взгляд, полезно. Полезно это было бы для вас, и полезно это было бы для будущего ваших отношений, потому что, все-таки, я уверен, что вы хотели бы свои отношения сохранить молодых человек. Ну, я уверен, что это все вполне реально сделать. Главное, чтобы у вас было желание работать, например, над собой по данному вопросу. Или по вопросу исследования своего поведения. Тут, конечно, все зависит от вас. От того, как вы настроены. Как вы видите. Будущее, например. Ваших отношений. С другой стороны, есть факт, совершенно неоспоримый, что вам страшно. Страшно эти отношения потерять. И я думаю, что важно поисследовать, почему. Почему вы боитесь потерять эти отношения? Что они для вас значат? Насколько для вас, ну, может быть, значим молодой человек. Вот. Ну, во сколько для вас важны отношения? И как сильно влияет ваша заинтересованность в нем на то, что вы делаете? Ну, и влияет ли вообще. Вот. Было бы здорово, если бы все это было бы поисследованному. Нами, с вами. Тогда ситуация могла бы проясниться. Как для нас. Чтобы мы могли дать вам соответствующую рекомендацию. Не взятые, к примеру, из головы. Так и вам. Чтобы вы отдавали себе отсчет. В частности, в том, что вам нужно. В частности, в том, чего вы хотите. В том, куда вы намериваетесь двигаться дальше по своей жизни. И что для вас значит мужчина. Вот. Примерно, я думаю, такой ответ вам можно дать. С точки зрения психологии. Вот. С точки зрения профессиональной психотерапии. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует. Удачи. 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 Продолжение следует...